Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, и добро пожаловать на мое новое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Это рубрика обзоры модов, и сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на мод, который добавляет в игру вот этот замечательный тягач Volvo FH. Ну, как сказать, добавляет. Этот тягач-то, в принципе, уже и есть в Евротраке, в дефолтном виде, конечно, он абсолютно неприглядный. Куча много, очень-очень куча много, я бы так даже сказал, действительно, да, выходит модов для этого грузовика, на этот грузовик, как с заменой, так и с дополнением дефолтного. Все мы с вами прекрасно знаем, действительно, очень классный Volvo от Евгена, это вот просто там считается меккой среди этих всех модов. Но, тем не менее, да, есть и вот такие моды, которые, так скажем, добавляют новые качественные, действительно качественные модели, которые покупаются на сайтах, где вот эти модели делают профессионалы по каким-то, возможно, профессиональным чертежам. И даже я уже здесь вижу то, что сама форма, как бы, кабины этого грузовика, она другая, она как бы такая, чуть-чуть пошире, чуть-чуть повыше. И как-то, ну, действительно, она более-менее похожа на реальную, потому что, ну, вот обычная дефолтная Volvo, но она страшная, согласитесь, она, ну, она очень страшная, правда. Других слов у меня, которые подходили бы под описание этого грузовика, нет. Ну, а здесь мы видим то, что это действительно очень даже качественная модель, здесь проработано полностью все шасси, проработана вся кабина, здесь даже присутствует двигатель, коробка передач, все, вот оно зелененькое. Если зелененький двигатель на Volvo стоит, это значит, вольвовские движки стоят вот эти самые. То есть, ну, прям здесь все очень классно, салон у нас, обратите внимание. То есть, ну, все, здесь в наборе и все, что называется, здесь у нас присутствует. Итак, давайте будем смотреть, что, как, зачем и почему. Ну, кстати, как я понимаю, автором, если я не ошибаюсь, автором этого мода является тот же самый человек, который делал в свое время Scania P220. Понька-то вот эта маленькая, которая у нас была на обзорах, и, в принципе, можете в это видео также, ребята, посмотреть по подсказке в правом верхнем углу экрана. Итак, кабина здесь у нас одна, то есть вот она высокая, какая она есть, по шассишке. Здесь у нас присутствует вариант 4х2, также есть вариант 6х2, можете выбрать его, почему бы и нет. И есть вот такой вот здесь интересный вариант 8х4, типа Heavy Duty, то есть, и он даже здесь проработан. Выглядит он неплохо, я хочу сказать. Не обращайте, ребята, внимания на то, что здесь у нас руль снизу стоит. Просто, ну, забывают его ниже куда-нибудь там убирать. Это вообще никоим образом не влияет на общую картину восприятия этого мода, потому что в обычной игре его просто-напросто видно не будет. По движкам. Здесь они также, как я понимаю, вся вольвовская линейка присутствует, даже здесь еще 600 сильные есть. Соответственно, меняется у нас, обратите внимание, бейджик. Плюс ко всему, если у нас двигатель Евро-6, ну, как здесь написано, да, здесь, соответственно, этот же добавляется у нас бейджик с меткой Евро-6. Ага, ну-ка, смотри. Получается, когда я, короче, ставлю Евро-6, у нас на Евро-5 бак мочевины вот здесь находится, а на Евро-6 почему-то вот такая система. Я впервые вообще такое вижу. Это реально так оно, что ли? То есть, ну, для меня это немножко странным кажется. Я такое ни разу не видел. Тут прям такой специальный кронштейн, и выведено это все дело наверх. Интересная конструктивная особенность. Я реально такого ни разу не видел. Я сейчас сижу такой, думаю, что такое? Какая-то хрень там сзади ставится. Ну, ладно, мы с вами, ребята, поставим для обзора 500-сильный. Думаю, в принципе, такая золотая середина. По карабасам она у нас здесь одна. Это, естественно, Айшиф, автомат на 12 ступеней. По салону. Салон здесь свой, он не дефолтный. В двух вариантах он представлен. Чуть позже покажу, что как там вообще, зачем и почему. Салончик неплохой. В некоторых местах есть, конечно, здесь напряги по производительности. Ребята, будьте готовы к тому, что вполне возможно у вас будет чуть-чуть буквально сжираться FPS с этим модом. Может быть, даже и не чуть-чуть. Ну, в остальном, так смотрю, ну, вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо. То есть, каких-то лишних засветов, пересветов я не вижу. Очень приятное качество материала в стенке с палки. Прям достойненько. Достойненько. Сидушки красивые. Но еще в целом, торпеда, как-то и руль, и прочее, выглядит интересно. Здесь создается такой вот эффект типа стекла, да, не просто там вот того, что у тебя там это все нарисовано. Выглядит так со стеклом даже более реалистично. Чем отличаются салоны? Давайте смотреть. Первый вариант типа называется желтый. Хотя, желтого здесь ровным счетом ничего нет. Он-то, в принципе, и должен называться белым. Потому что у нас и спалка белая, но еще, в принципе, в целом все красиво. Плюс ко всему, добавляется вот этот кошачий лоток, который меня дико бесит просто, да. И вот только, наверное, ради того, чтобы его не видеть, я бы выбрал первый вариант салона. Но здесь уже обивка какая-то стрёмная. Вот этот вот цвет просто как-то болеводный. Не знаю, он мне вообще не нравится. Поэтому все-таки, наверное, я останусь на варианте с кошачьим лотком. По покраске. Скинов, как я понимаю, своих здесь нет. Но, тем не менее, все равно машину можно покрасить в один из любых цветов, которые вы только захотите. То есть, в принципе, с этим проблем нет. В любых цветах машины, ну, в принципе, смотрится достаточно неплохо. Я буду в синюю сделать. Прямо красиво выглядит. По тюняшкам. Давайте смотреть. Колесные диски у нас. Ух ты, а сколько их тут много. Какой-то кастомный типовариант. Мановские у нас есть. А что здесь делают такие мановские диски? Смотри, от FH, от FM, еще одни от FM. Такие крашеные. Хм. То есть, видимо, как-то просто, может, какой-то мод сюда прикрутили. Я не знаю, Мишлинка своя, пожалуйста, ставится. Которая еще и... Которая этот мод добавляет еще интересные всяческие здесь колеса. Блин, ну, прикольно. А что я хочу сказать? Смотрите, даже колпачочки все эти, пожалуйста, меняются. Там под Вольво можно подогнать, что-то поставить. Не, вот это интересно. Я не думал-то, что здесь будут свои собственные колесные диски. Как я понимаю, сзади такая же история. Но, конечно, их поменьше. Здесь у нас уже сразу, обратите внимание, идет такой вариант с колпаком. Резина, Мишлин, FM, UHL. Ну и, в принципе, все. Ну, можно FM поставить. Она, в принципе, неплохо выглядит. Ну и все. По колесам прям неплохо. Очень интересно. Здесь у нас нижняя вот такая губа добавляется. Ну, не знаю, я никогда такого рода тюнинг не ставлю. Здесь у нас баки могут быть открыты. Сюда же, опять же, лампочки всяческие можно понавешивать разноцветные. Либо попытаться все это дело просто-напросто закрыть. Такой типа аэродинамический кит. Можно сюда вот так вот еще взять, воткнуть оранжевые лампочки. И, в принципе, будет очень даже неплохо смотреться. Сами лампочки, они выглядят, опять же, тоже очень неплохо. Весьма реалистично, я бы сказал. В задней части. Ген третий у нас стоит сейчас. То есть, это типа от третьего поколения фонари. Можно от четвертого поставить. Больше как-то они на сканерские, как по мне, если честно, похожи. Но выглядят круто. Вот этот вариант прям очень-очень классно смотрится. Так, вроде бы, вроде бы мы с вами ничего не забыли. Поэтому давайте переключимся на сам грузовик. Пойдем снизу вверх. А здесь у нас, ух ты, дополнительные всякие, смотрите, какие штуки. Но это, конечно, жестко у нас, низкой становится машина. В плане чисто психологического, да, клиренса. Толку практического от этого нет никакого. Ну, может быть, там света как-то становится больше. И, скорее всего, может тут какая-то юбка присутствует. Вот я не знаю. А, ну да, вот он, низкий бампер. Еще и можно вот такой вот его сделать. Чтобы, типа, вот этот аэродинамический кит, грубо говоря, соблюдался. И тогда, да, как-то более-менее здесь они органично смотрятся. Но вот так вот впустую их сюда тыкать, ну, не знаю. Если честно, я не хочу. Мне этот вариант не особо исполнения нравится. Да и пока ушки бы эти я бы тоже не стал ставить. Опять же, все это, ребята, на любителя. Нижняя часть решетки радиатора, давайте посмотрим, также меняется. Есть еще, смотрите, Heavy Duty бампер. Вот такой вот. Ну, это под вариант вот этот, да, 8х4, который мы с вами видели. Можно все это замутить под хром. Опять же, бампер немножечко занизить и будет неплохо смотреться. Здесь Light Blue DRL. То есть вот эти вот, они становятся светло-голубыми. Оранжевые, пожалуйста. Ну, либо белые. Белые здесь они почему-то как под желтые канают. Чуть-чуть выше у нас меняется непосредственно сам блок передних фар. Либо галогенки обычные, либо галогенки от комплектации FH16. То есть, как я понимаю, если мы будем вставить хромированную решетку, у нас и будет эта самая комплектация FH16 выставляться. Линзованную можно оптику поставить, либо линзованная от FH16. Галогенка. Вот оно, прям яркое отличие видно, да? То есть, тут сам блок фар у нас меняется. Неплохо. Ну и здесь, соответственно, сверху у нас вот, пожалуйста, FH16. Ну, как я и говорил, да? Неплохо бы было еще какой-нибудь Heavy Duty, но она все-таки ставится с бамперами, но отдельно было бы тоже неплохо. Здесь спойлер. У нас он сейчас полностью убран. Можно поставить вот такой тип. И с той стороны, видимо, что-то у нас еще меняется. А, здесь, смотрите. А, ну все. Это получается, тогда она у нас идет под Евро-6, да? То есть, здесь как раз-таки, типа, вот эта часть открывается, откидывается, и можно заправлять мочевину. Здесь, как бы, типа, у нас этой мочевины нет. Она у нас установлена в штатном месте на раме, поэтому мы можем это избежать. Спойлер можно полностью вот так вот закрыть, и, в принципе, вырисовывается вполне себе неплохой автомобильчик. Здесь у нас меняются зеркала. Ну, либо, опять же, FH-16 с элементами хрома, либо просто обычной, как захотите. Здесь козыречки. Вот эти вот у нас, пожалуйста, ветровичочки ставятся. Очень интересный тюн. Не знаю, почему в дефолте его не могут завести. Сидушки. Смотрите, опять же, можно поменять. Я бы черные сделал, потому что вроде бы как совпадает она со шторками. Здесь кастомная полоска синяя. Ну, так как у нас где-то какие-то элементы есть, я думаю, в принципе, пойдет. Здесь черная, 750, либо просто глобид роутер. Окей. Ух ты, прикольно. Тоже вот эта история. Либо обычная, либо под FH. Ну, мы ушла на под FH-8, так будем это делать до конца. Так, ну и здесь, соответственно, тоже что-то тип тюняшек. Я думаю, что мы тут... Ух ты, смотрите, фары всякие можно здесь понаставить. Струбы даже тут есть. Ни хрена себе. Ну, все это вешается на одну историю. Я вас понял. Мне оно, в принципе, не надо. Здесь у нас идет тип спойлера. Ну, и, в принципе, по внешке-то, ребят, все. Вот такая у нас получается вольвушка. Аккуратненькая, приятненькая. Тюнинг здесь не колхозный, как вы успели заметить. То есть здесь вот прям нет ничего-то такого, чтобы... Ну, оно не совпадало, либо как-то не подходило под эту машину. Это действительно все так, как вот. Ну, наверное, есть оно в реальной жизни. По салону давайте быстренько посмотрим. Очень много типов рулей у нас. Обратите внимание, они прям разных цветов. Вот этот цвет приятный. Реально, вот этот цвет приятный. Почему салона в таком цвете нет? Я бы прям поставил. Действительно, это бы смотрелось очень даже круто. Но вот пока оставляем такой обычный белый руль. Здесь у нас меняется уже там решетка радиатора. Это я видел. А здесь у нас меняется, соответственно, козырек. В этом месте у нас меняются вот эти самые ветровики. Здесь зеркала. Ну, в принципе, тюнинга в салоне у нас нет. Вообще. Его просто-напросто здесь нет. Не сисал на лабаж. Я уже молчу о том, чтобы здесь что-то раскидать. Либо что-то поставить на сиденье. Либо что-то в спалку закинуть. Наклеить на лобовое стекло. Там шторки какие-то и прочее. Здесь этого нет. Очень-очень странно, к сожалению. И обидно то, что это отсутствует. Ну, ладно. Будем иметь это в виду. Короче, друзья. Отправляемся на тест-драйв. Посмотрим, как она выглядит в игровом мире. Послушаем ее и проведем небольшой тест-драйв. Итак, друзья. Настало время тест-драйва. И, в общем-то, сейчас мы с вами припарковались у гаража в Питере. Ровно так же, как и всегда. И сразу здесь сходу я заметил один такой очень интересный косячок. Когда-то, давным-давно, когда я делал модификации. Ну, они на широкий круг не выходили. Наверное, даже к счастью, что не выходили. Я допускал точно те же самые ошибки. В чем они заключаются? Видите, на лобовом стекле, на боковых стеклах вот такие вот странные непонятные полоски. То же самое у нас и здесь. Вот она под козырьком, вот эта белая полоса. Что это такое? Получается, что и даже вот щиток приборов, то же самое, туда же можно его отнести. Именно стекло щитка приборов. История заключается в том, что стекла изнутри, и вот их часть, которая изнутри, она почему-то очень сильно на себя притягивает отражение снаружи. Вот такая вот история. То есть, когда вы будете ехать, у вас постоянно перед глазами будет мельтешить разметка, вот эта всякая хрень, машины будут там проезжать, короче, все, она будет тянуть на себя. Это, к сожалению, косяк, но исправляется он достаточно просто. То есть, надо просто найти файл, который отвечает за стекла, и там один параметр поменять, и все будет хорошо. Также, ребята, сразу отмечу, так как этот мод предозначался для версии 1.38, здесь были вшиты звуки EWR, но в 1.39 они, естественно, не работают, поэтому все это дело было заменено на дефолтные. Но дефолтные звуки Volvo, в принципе, очень даже неплохие, поэтому, я думаю, в принципе, можно с этим смириться. В остальном, что еще как бы, ну, в принципе, все. Да, действительно, по салону больше никаких вот косяков, за исключением того, что шторки там у нас через панели торчат. Вот, в принципе, действительно нет, салон очень-очень даже на самом деле неплохой. Подъем питания. Ну, вот видно, да, как вот, ну, вот она реально отвлекает вот эта вот история. Я думаю, что, в принципе, если взяться за вот эти стекла, там, да, найти, как они называются, и т.д. и т.п., то есть, в принципе, это все можно переправить. Приборка, как я понимаю, абсолютно дефолтная с дефолтной Volvo. Анимация ручника у нас, пожалуйста, работает. Сейчас он у нас отпущен, блокировочка, пожалуйста, работает. Но как-то весьма странно, такое ощущение, будто кнопка двоится. То есть, я, когда кнопку нажимаю, такое ощущение, что как будто кнопка вдавленная, нажатая, да, и индикация на ней светится, а та, которая сверху, индикация, она как бы осталась на месте. То есть, смотрите, я выключаю, раз, она встает на свое место. Как будто как она двоится, вот что-то такое с ней, не знаю. Аваричка, где-то у нас она на Volvo, вон там, по-моему, была спрятана, если я не ошибаюсь. Но отсюда ее, к сожалению, не видно. Ключ у нас, пожалуйста, также, ребята, анимированы. Если дальше запускать машину, все заводится, все крутится, все классно работает. Полностью у нас рабочие стеклоподъемники, анимации, к сожалению... Кстати, анимации почему-то нет. Реально, это очень обидно. Такие стекла толстые. Фонарить можно вообще. Просто такой стеклопакет прям реально установлен. Кнопки не анимированы, это уже минус. Давайте, наверное, проверим, что у нас тут по регулировочкам. Это, естественно, работает. Это работает. Переднее зеркало работает. Боковое также работает. Правое работает. Малое правое также регулируется. Здесь, конечно же, все регулировки у нас, естественно, дефолтные. Все это естественным образом работает. Здесь, я думаю, в принципе, ничего странного мы с вами не увидим. Все индикации, все подсветки, все точно так же, как это было бы у нас и на дефолте. Давайте мы, наверное, с вами включим ночь. Насколько это здесь возможно на территории гаража. Просто посмотрим, как это все подсвечивается снаружи. Диэрелка, как я понимаю, у нас работает постоянно. Но то она у нас и диэрелка. И если даже нам полностью заглушить автомобиль, выключить питание, она почему-то все равно горит. Для меня как-то это странно. Вот сейчас я включил, допустим, габариты, ближний свет фар, дальний свет фар, аварийная сигнализация. Но вот эта полоска, она почему-то подсвечивается прям реально всегда, даже когда питание грузовика в полной мере выключено. Ну, как по мне, блин, не знаю, это весьма странно. Может быть, просто косяк какой-то или что-то такое. Сзади, пожалуйста, поворотнички работают. Стопачки нужно нам включить. Здесь, соответственно, задний ход также все это дело работает. Здесь индикация все так же у нас работает. Проблем никаких нет. Кабеля провода также подключены и анимированы. То есть, в принципе, все у нас очень-очень даже прекрасно. Далее, давайте мы с вами вернемся обратно в салон. Ну, включим, я думаю, дождик для того, чтобы можно было оценить щетки стеклоочистителя. Да, они работают, но режим анимации здесь у них один. То есть, даже быстрого вот этого режима здесь нет. Но, опять же, видимо, сбилось. Мод, скорее всего, был старый и просто полностью он не адаптирован. Поэтому только, к сожалению, здесь один режим работы. Соответственно, все это также по боковым окнам у нас стекает. Пожалуйста, тот же самый косяк, как на некоторых модах есть. На что ты вроде стекло опускаешь, но капли остаются на своих местах. То есть, игра не воспринимает вот эти стекла, как настоящие стекла. Есть такая фишка, к сожалению. Вон она, кстати, аваричка. Тоже у нее, обратите внимание, в углу там она под рулем. Тоже криво моргает. То есть, вот, блин, его надо донастраивать. Его реально надо доделывать. В принципе, у него модель-то неплохая. Действительно, у этого мода очень неплохая модель. Но что-то прям как-то косяков. Чересчур много. Реально, очень-очень чересчур много косяков. И вот эти полоски вас постоянно будут бесить. Поначалу прям так я был воодушевлен, честно признаться, этим модом. Что, блин, он действительно такой прикольный. Вроде бы как даже качественный снаружи. На фоточках это все будет прикольно выглядеть. Но чем больше я играю, стойки какие-то у него светлые непонятные. Я понимаю, что это типа белый салон, но не до такой же степени они должны светиться. Руль у нас прям ярко так светится. То есть, нужно здесь вот над такими мелочами, в принципе, поработать. И я думаю, что будет все это работать вообще без каких-либо проблем. И классно это будет выглядеть. И классно это будет ехать. Но вопрос-то в другом. Кому это нахрен уже надо? Потому что есть другие моды на ту же самую Вольво. Которая, в принципе, выглядит лучше, чем эта. Она во многом лучше, чем эта. И она меньше весит. И не знаю, как бы просто смысл какой от этого мода. Смысл тогда его сейчас дорабатывать. Какой смысл вообще что-либо с ним сейчас сделать? Если есть та же самая Вольво от Евгена. Там больше тюнинга. Она как-то поприятнее, может быть, даже для кого-то выглядит. Хрен его знает. Друзья, ссылку оставлю в описании. Кто захочет, скачайте, поковыряйтесь. Может, какую-то улучшенную версию сделаете. Не знаю, с удовольствием потом ссылку заменю. Если все вот эти косяки вы поправите. На которые я сегодня указал. И пусть ребята, кому по кайфу, катаются на вот такой несправленной машинёшке. На этом, друзья, всё. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я искренне надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то по традиции. Лайк, подписка, ну и какой-нибудь комментарий. Всё, друзья. Пока-пока. И ещё увидимся.